I met him in a cell in New Orleans I was Всем привет! Сегодня очень необычный день, так как мы посетим очень важное мероприятие. Нас пригласили на митинг, который посвящен борьбе с анорексией и булимией. Оказывается, это огромная проблема в Америке. Очень-очень много детей проходит через это. Тут существует огромная проблема. Дети перестают кушать. Я знаю, что эта проблема существует не только здесь, в Америке. Она существует и у нас, в наших странах СНГ, и в России, и в Казахстане, и в Украине. Когда-то давным-давно, когда худела, попадала на такие форумы, где девочки делятся тем, как они это делают. И вообще такой кошмар. Затем я смотрела передачи, даже пусть говорят, снимали про то, что вот это всё доходит до плохих исходов, до летальных исходов. И здесь, в Америке, каждый час умирает подросток или ребёнок от того, что не ест. Если честно, меня удивил просто этот факт, что молодые, прям совсем маленькие девочки этим занимаются, страдают от этого. Это, конечно, кошмар. Это меня расстраивает, и я хочу поехать, посмотреть, поддержать и снять это видео. Может быть, кому-то из вас, ну, хоть чем-то помочь. Может быть, кто-то из моих зрителей, может быть, кто-то случайно наткнётся на это видео, и я кому-то помогу. Хоть как-то, хоть чуть-чуть. И давайте я сейчас соберусь, и мы вместе отправимся на данный митинг. Так, здесь можно вот так баловаться. Сара, любимое занятие. Вау! Оно такое по текстуре, такое странное. Вау! Вау! Можно покушать, можно поговорить. Для развлечения, для деток есть. В общем, так всё лайтово. Сара делает браслет. Сегодня будем идти на прогулки по очень важной причине, что происходит в Америке. Потому что многие дети перестают есть и, в принципе, умирают от голода. Статистически каждый час в Америке ребёнок умирает от голода. Потому что они впадают в депрессию и не хотят умереть. Кошмар! Это анорексия, либо булимия, психологические расстройства. И это, конечно, большая проблема, которая есть не только в Америке, сейчас и в России, в наших странах. Поэтому, видите, вот люди собрались. И вообще Юля говорит, во всех городах в Америке именно сегодня, в этот день, проходит вот такое, как это назвать? Митинг, мероприятие, да. Митинг, да. Чтобы они знали, что от этого можно вылечиться. И в этом есть выход. Поэтому они собирают пожертвования. Есть фонд для этого, для тех людей, которые уже где-то проходят. Они могут оказать помощь и, в принципе, вылечить детей от этой болезни, которая очень актуальна в Америке. Селивая эти футболки, зарегистрированы. Тут написано про эту болезнь. Все знают, что все знали, что многие через это проходят. Я немного не в тему оделась, но зато цветом угадала. Вы должны посмотреть статистику наших стран и посмотреть, что эта проблема существует. Просто о ней не говорят. Ее не поднимают так сильно. И ее называют, может быть, даже по-другому, эту проблему. Поэтому обратите внимание на ваших близких, на ваших детей. Оказывается, не все дети рассказывают об этом родителям. И не все родители догадываются о том, что с их ребенком что-то не так происходит. И чаще всего родителям просто некогда. Они не наблюдают за ребенком. И такое происходит. Общайтесь с вашими детьми, разговаривайте, спрашивайте, как дела, наблюдайте за их телом. Жить, да, нелегко, но поверьте, если вы будете стараться, если вы будете максимум вкладывать в себя свое развитие, вам потом в дальнейшем будет огромная отдача. Девочки, мальчики, задумайтесь над происходящим. Посмотрите на своих близких, посмотрите на себя. Все прекрасно. Жизнь у нас одна единственная. И давайте, пожалуйста, воспользуемся моментом, чтобы ее сделать лучше, качественнее. И послушаем совет других людей. И мне понравилось, что на данном мероприятии люди выходили на сцену, рассказывали свои истории. И меня очень поразил тот факт, что вышла одна девушка и сказала, что она болеет данной проблемой с четырех лет. И для меня это был полнейший шок. Я надеюсь, для вас этот момент был поучительным и информативным. И вы немножко задумаетесь о том, что происходит, может быть, с вами, либо с вашими близкими. Вот, а теперь давайте поедем дальше, уже развеемся и сменим обстановку, и переключимся на другую тему, посмотрим, что тут еще есть в Тампе. Смотрите, какой вид на Даунтаун Тампа. Вот Юля рассказывает, что это, оказывается, раньше фабрика была, здесь делали моторы. Потом стояла, пустовала, не работала. И пришел инвестор один и говорит, такое замечательное место, локейшн, потому что вид на Даунтаун, типа, что стоит зря, давайте сделаем здесь фудкорты. И, в общем, вложили деньги. Посмотрим, что там внутри. Юля с мужем Клеем, и Клея родители с нами идут на ланч. Вот это да! Прикольно, да? Да-да. А вот руки какие-то. Ух ты! Ногой надо нажать. Вот так нажимаешь, и льется водичка. Прикольно! У нас тут вот такой ланч. Сары детский суп, рамен. Ягодки. В общем, все, всем приятного аппетита. Так, мы пошли пешком гулять уже в центр города. И вот вышли из-под угла, а здесь снова мероприятие какое-то, ярмарка. Я там подозреваю, там ярмарка большая, да. В общем, люди гуляют. Музыка, конечно, клево вообще, да. В городе весело. Прям рисуют на полусите. Художественный фестиваль, да. Огромный. Там, да, картина, выставка, конечно, прикольно. Учат людей перерабатывать. Ресайклинг. Это самая машина, которая вон, лично, на показах, которая все кого жмозит. Да, мы сортируем мусор дома, благодаря Вове. Я бы не сортировала, блин, но я от своей линии. А Вова, он прям меня заставляет постоянно. Вот это все, что заслежит, все можно переработать и заново использовать. Да, молодцы. Это в школе такое дают? О, прикольно. Смотрите, мороженое он достает. Он сегодня заработает в состоянии целого. Да. А, Саня, тихо. И макает. Шоколад? Вау. И в орешки сейчас он макнет. О, шикардос. Вообще калорийно. Картина создана из кистей, пластинок, из бумаги, из дерева. Потрясающе просто. Вот тоже из кисточек. Они какие-то особенные. Дверей со старых. Штучки. И сама бумага, она какая-то как будто не бумага, а ткань. Вон американцы даже говорят, вы что, говорит, меня раскрываете. Это как будто бы картон, да, из картона такого рваного. Прикольно, конечно. Креативно. По дереву пластик. Возьмем лодочку с тобой, будем ездить на выходных. Друзей возьмем и будем развлекаться вот так. Я думаю, в аренду можно все. Ну, вон они взяли, тусуются. Так классно вообще. Взрослые. Ну, я бы тоже хотела с капитаном. Пусть себе возят. Веди меня, водительный мой. Они здесь швартуются, покупают мороженое, потом отцепляют и едут дальше. Класс. У них, посмотрите, в парке есть зона для дрессировки собак. Очень необычная. В трубы пролазить, прыгать по таким бетонным штучкам. Сара, наверное, если сюда прийти. Здесь двойной забор специально для животных, чтобы они выбегали резко. Прикольно. Сара, поехали. Сара, Сара, байкер. Ой, ой, ой. Килька. Килька, да. У наших друзей тоже такая собака. Она уже выросла, правда. Пошли, Сара. Сара, наливай. У них здесь даже паильник для собак. Какие милашки. Какие милашки. Я не могу. Ну, очень милые. Приехали домой. Решила не затягивать и сразу смонтировать для вас этот влог. И вы спрашивали, в какой программе я обрабатываю видео и на каком компьютере. У меня здесь Sony Vegas. Установлена вроде как 13-я, либо 14-я версия. Они, знаете, ничем не отличаются. Одинаковые. Поэтому, какая к вам подходит на компьютер, такую и устанавливайте. А компьютер у меня Lenovo Yoga, которая вот так вот по-всякому разворачивается. О, видите, тут еще тачскринчик. Можно вот так перевернуть. Будет лэптоп. В общем, очень его люблю. Монтирую на нем свои видео. Это 910. Yoga 910. Отличный компьютер. Давайте сохраним. Вот. Видимо, я закрыла нечаянно программу. Окей. Вот. Компьютер-трансформер. Можно по-всякому. Мне нравится, что он легкий, универсальный размер и можно возить с собой. Поэтому я довольна. Эту полку тоже мне нужно разобрать, потому что я навалила сюда разные новинки. Здесь у меня в коробке, кстати. И вы так и... Я никак не могу снять видео, но я его хочу снять и протестировать. Новый автозагар. Я хочу снять видео, как буду наносить этот автозагар и результат, чтобы вы сразу увидели его до мне. Это американский бренд. Я говорила вам, что я сниму обзор вообще нашей квартиры. Она у нас еще не совсем готова. Я жду картины, которые нам должны когда-нибудь доставить. А вообще я вам обещаю, что я сниму видео с фаворитами, потому что я говорю, я столько всего понакупала и столько классных новых продуктов, которыми я пользуюсь уже давно и хочу вам их показать. Они очень крутые. И насчет пальмы хотела посоветоваться с вами. Кто-то написал из зрителей, что она неправильно стоит, на нее мало света, она тут повянет. Но она уже стоит две недели, даже три не вянет. Ей, мне кажется, здесь наоборот нравится. У нас окно как бы постоянно открыто, воздух свежий. Солнышко в течение дня все равно на нее попадает. Поливаю. Посоветуйте, может, ее действительно переставить на балкон, но я смотрю, что она нормальная. Не желтеет, ничего. И нужно ли ее пересаживать? Потому что я как ее купила, я ее так и ни разу не пересадила. Нужно я просто не разбираюсь. Это мое первое растение в доме. Я, если честно, вообще не очень люблю эти дела. Но взяла, так как климат позволяет держать вот такие растения в доме. И, конечно, мне нравится в интерьере, когда есть зеленые такие ветви. Это сейчас так модно. Поэтому вот взяла себе. А я не умею, если честно, ухаживать. Поэтому подскажите, кто знает, нужно ли мне пересадить. И побольше ли горшок нужен. Или там какая-то земля особенная. Я поеду куплю. Может быть, вы смотрите каких-то блогеров из Тампы. Может быть, из Орландо. Подскажите, пожалуйста, кого вы смотрите. Потому что я мало кого здесь знаю. Может быть, вы нас сведете с кем-нибудь. Потому что я бы хотела встретиться здесь с блогерами. Мне интересно. Вот. Так выглядит наш дворчик. Поэтому, если вы кого-то смотрите из Флориды, из Тампы, из Орландо, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием познакомлюсь, напишу. И вы увидите нас вместе. В общем, ребята, всем пока. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы не подписаны. И здесь колокольчик. На него тоже нажмите, чтобы не пропускать новые видео. Вам будут приходить уведомления. До скорой встречи!